Приветствую вас, аноним! И первое, что хочу сказать, это ответить на ваш вопрос, почему вы чувствуете себя легче. Ответом на этот вопрос будет следующее. Для вас, в целом, вся ситуация, в которой вы оказались, является гнетущей. И вот почему. Дело в том, что, мужчина, как бы, делит, делит, в ваших глазах вы делите мужчину, другую женщину. И в ваших глазах вы все равно разрушаете отношение его семьи, его семьи. В ваших глазах вы, как бы, выступаете в негативной роли разлучницы с его женой. И несмотря на то, что у него в семье было немного гладко, несмотря на то, что он, видимо, свою жену не очень любил, вам все равно обведена роль, такого вот, роковой женщины, которая, как бы, разлучила супругу. И ваши чувства, ваша взаимная любовь, лишь отчасти компенсирует это, но полностью не снимает. И все равно, у вас есть неуверенность, неуверенность относительно будущего с ним. Потому что мужчина, вы знаете, что каждый раз, проводя время с вами, мужчина уходит и уходит к жене. И он находится с ней. А это испытание для вас. Тяжесть, ревность, негатив, сомнения и прочее. Кроме того, особое значение, особое явление здесь то, что, вы понимаете, что подобное поведение все-таки общественно осуждается. Несмотря ни на что, людям не важно, какие отношения у супругов, людям важно, что, что вот, вы разрушили семью. И именно поэтому все это вместе вам тяжело. Именно поэтому вы, отдалившись от него, стали несколько более свободны, несколько более раскрепощены. Но это все, тем не менее, не умаляет ваших чувств к мужчине. Да, сама ситуация не негативная. Но самому мужчине чувство вы испытываете. И когда вы оказались одна, вы вышли из этой роли. Вышли из роли разлучницы. Вышли из роли роковой женщины. Отстали обычной женщиной. Возможно, вы подчеркивали, что значит свобода, отсутствие давления, отсутствие негатива и прочее. И вам это ощущение понравилось. И теперь вам представить при встрече с мужчиной понятно. Так ли он вам дорог, чтобы ради него, ради отношений с ним, жертвовать вот этой вот свободы, жертвовать вот этой вот непринужденности. Так ли это? Так ли это? Стоит ли это того? И встретиться с ним, несмотря на то, что вы не хотите, все же нужно. Потому что, сделав это, вы поймете, ваш этот человек или не или нет. Чувства, они проявляются на настоящее. Сейчас, сделав перерыв, переосознав от себя свои ценности, переосознав, кто вы и куда стремитесь, вы сможете максимально незаметным взглядом посмотреть на мужчину и понять, есть ли у вас будущее с ним или нет. Но если будущего нет, то ни в коем случае не вините себя за то, кто разрушит семью. Семья никогда не разрушится просто так. Семья никогда не перестанет существовать из-за третьего человека. Если с ним проблемы, они рано или поздно дадут от себя знать, они рано или поздно фатально повлияют на отношения между другом и тогда, рано или поздно, произойдет разрыв. В случае, если отношения с вашим мужчиной не получится, если вы не сможете быть вместе, лично сами для себя воспринимайте это, как оказали ему услуги. Услуги по освободительству от ненужного, тянущего назад брака, который никогда бы ничего счастливого мужчине не принялся. И воспринимайте свои ощущения так, как они есть. Ведь то, что вы чувствуете, является истиной. То, что вы хотите, является для вас истиной. Для вас самым главным и самым важным. Поэтому ничего не бойтесь. Двигайтесь только вперед. Не предавайте себя. Помните, кто вы. Следуйте своим идеалам, ценностям и все у вас будет хорошо. Надеюсь, кто помог вам. Всего доброго и удачи. А какие-то вопросы будут, пишите в личку. Когда надо помочь вам.